Сигнал сирены оповещает о немедленной эвакуации. Люди спешно покидают здания. Пострадавших госпитализируют, а пожарные приступают к тушению огня. В ДЧС просят жителей города соблюдать спокойствие, не поддаваться панике. Так в учебных целях в Шымкенте проводится тренировка. Мы все знаем, что видим по телевизору всегда, что во всем мире какие там у нас аварии происходят. То есть техногенные, землетрясения. Поэтому мы должны быть готовы. Не только мы, а все. То есть организации, предприятия и население должны быть готовы. В данном здании находятся три организации. Это Акимата Альфа-Рабийского района, отдел образования, отдел транспорта и автомобильных дорог. Спасатели хоть и называют учения плановыми. Не скрывают, что причины для беспокойства есть. Во-первых, это четырехбальное землетрясение, не на шутку перепугавшее накануне жителей Алматы и Алматинской области. И сейсмоопасная зона, в которой расположен Шымкент. Наш город Шымкент тоже, это не секрет, находится в зоне 7-9-бальной силы землетрясения. Поэтому землетрясение для нашего региона – это не новость. Это может произойти в любой момент. Поэтому мы должны быть готовы. Беспокоят службы ЧАЭС и старые дома в городе. Многие из них не то что землетрясения. После проливного дождя складываются, словно карточный домик. Немало в тревожном списке и многоквартирных домов. Они также требуют немедленного сейсмоусиления. Есть здания, которым необходимо провести обследование. У нас, согласно поручению Акима города Шымкента, сейчас проводится огромная работа. Я могу точно сказать, что по 90 многоквартирным домам сейчас проводится обследование. По заключению этого обследования будет уже принято решение или их сейсмо усилить, или вообще снести. На обследование домов и сейсмоработы уйдет немало времени. А потому самое главное сейчас, считают специалисты ПЧС, усилить сейсмотренировки. Они помогут максимально подготовить население к действиям при ликвидации последствий возможного сильного землетрясения. Зарина Шарипова, Амантай Ауильбеков, Ербалат Султаев, информационная служба телекомпании «Отрар».